здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы и конечно случайные зрители я как всегда очень рад видеть вас на канале пар ведь сегодня мы окунемся в яркий мир аквариумистики и в частности познакомимся с агрессивной но очень красивой рыбкой хромис красавиц как обычно мы поговорим о ее естественной среде обитания об условиях содержания этой рыбки в аквариуме поговорим о том с кем она уживается в одном аквариуме чем кормить и как разводить эту рыбку в домашних условиях итак поехали в живой природе распространен в притоках реки конго в африке от южной гвинеи до центральной либерии как правило находится в среднем слое воды иногда опускается ближе ко дну что поймать без заночных или мальков некрупных рыб стоит поговорить и о самой рыбки хромис красавиц относится к цихлидам и уже из нестандартного названия красавиц становится ясно что рыбка необычно красиво однако сегодня в мире аквариумистики очень большая путаница и многие считают что хромис обязательно должен быть красным но это далеко не так молодые рыбки имеют более скромную окраску можно сказать серую вообще под названием хромисов красавцев существует несколько видов рода гемихромис а так как любители скрещают все все три вида многие хромисы красавцы являются гибридами нескольких видов сразу окрас рыб бывает разный и имеются разные оттенки красного алого зеленоватые бирюзовые с голубым блеском и так далее помимо этого на туловище рыб с каждой стороны имеется темное иногда зеленое пятно а иногда вообще пятна нет а теперь поговорим о том в каком аквариуме и как содержать этих рыб конечно чем больше аквариум тем лучше если брать предельный минимум это 60 литров на пару достаточный объем от 200 литров не могу сказать что хромисы красавцы вырастают очень крупными рыбками как правило размер этих рыб варьируется от 10 до 15 сантиметров но за того что они территориальные агрессивные им необходимо много места и много различных укрытий очень хорошо если в качестве грунта будет песок они очень любят нем рыться и это одна из причин почему не стоит сажать живые растения но помимо этого хромисы красавцы выкапывают растения они их рвут обрывают кусками а вот корягу положить стоит особенно с раскидистыми веточками все виды гротов любые укрытия горшки кокосовая шкорлупа большие камни и все 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 помните о том что укрытий должно быть много и это залог успеха из оборудования нужен стандартный набор компрессор фильтр и желательно мощный и лучше внешний обогреватель и термометр температуру воды любят теплую от 23 до 28 градусов ph от 6 до 8 жесткость не так важна эти рыбки легко и быстро адаптируются к жесткости но конечно в пределах разумного обязательно проводить еженедельную подмену воды на свежую отстоявшийся красавец хромис любит жить в чистой воде но будьте аккуратны во время чистки аквариума велика вероятность что хромис выпрыгнет из аквариума в остальное время накрывать аквариум крышкой вопрос о том с кем эти рыбки уживаются спорный в общем и целом это конечно хищники характер скажем прямо не подарок агрессивный особенно ярко агрессия выражается в период нереста и до поднятия малька однако давайте вспомним что я говорил до этого рот гемихромис включает себя несколько похожих видов за счет того что аквариумисты скрещивали и скрещивают все эти виды отсеивая более агрессивных и продолжая разводить относительно спокойных рыб вряд ли вы столкнетесь с той изначальной озлобленной рыбкой все же они все чаще попадаются более-менее уравновешены в идеале лучше вообще хромисов красавцы держать отдельно от остальных рыб если вы все же решили содержать их в общем аквариуме с другими рыбками помните о том что все мелкие рыбки для них корм средний по размеру но мирные развлечения даже если это шустрые барбусы избегайте такого соседства единственные рыбки с которыми они 90 100 процентов уживутся это схожие по размеру африканские цихлиды иногда уживаются с крупными мирными рыбками но только с теми кто может за себя постоять крупная вуали хвостая золотая рыбка не в их числе а вот например с крупными акулями балу совместить попробовать можно можно подсадить крупного птеригоплихта парчевого еще хорошим вариантом будет колома ихт и так далее если все прижились и ужились а помимо этого соблюдается условия содержания то будьте готовы к счастливым 5 годам жизни именно 5 лет среднего продолжительности жизни хромисов красавцев хотя нет мы забыли важный нюанс это правильное кормление думаю вы все уже догадались что питается эта рыбка белковой пищей то есть мясом это может быть филе рыб морепродукты улитки насекомые нежирное мясо рогатого скота и птицы большинство субпродуктов как правило из всего этого делают фарш замороженные корма например мотыль можно давать и специальные не крупные гранулы для цехлит иногда дают овощи травы это может быть крапива подорожник листья дуванчика некоторые листья деревьев о которых мы кстати будем делать ближайшее время видео отдельная в общем и целом рыбка не привередлива в еде принципе и в содержании но это еще не все ее плюсы замечу что хромисы красавцы легко разводится домашних условиях и это может сделать даже новичок очень хорошо если у вас в аквариуме стайка эти рыбки сами делятся на пары в таком случае сформировавшуюся пару просто нужно отсадить в нерестовик противном случае нам придется к самцу подсаживать самку или наоборот тогда нам нужно уметь отличить их по полу а это достаточно сложная задача так как они очень похожи и единственное отличие это округлое брюшко у самки часто самка чуть-чуть меньше размерами от самца вот пожалуй и все отличия помимо этого нужно что пара которую подобрали понравилась друг другу в противном случае начнется смертельный бой пока одна из рыб не погибнет поэтому формируя пару обязательно первое время наблюдайте за поведением рыб если пара сошлась то цвет самца и самки начнет меняться становиться ярче и насыщеннее половой зрелости эти рыбки достигают 6 7 месяцев тут есть один совет который гарантирует успех часто самки агрессивнее самцов поэтому формируя пару подсаживайте рыб так чтобы самка была моложе самца лучше всего такую пару отсадить в отдельный аквариум противном случае другие рыбки будут стрессовать из-за агрессии красавцы фромисов перед нерестом они будут готовиться копать грунт менять положение камней чтобы место для икрометания было идеальным стимулирует нерест поднятием температуры воды на пару градусов икру самка выметывает в большом количестве до 500 икринок за раз самец сразу тут же ее оплодотворяет после чего пара очень внимательно ухаживает за икрой не только защищает но и отсеивает плохую круг неопытные рыбки могут съесть икру или потомство но это происходит крайне крайне редко стоит сказать о том что в хороших условиях для нереста половозрелая сформировавшая пара нерестится практически постоянно при этом начинают гонять свои же не окревших мальков период нереста до нереста может составлять меньше двух недель при этом нужно учитывать какое количество мальков вам хочется сохранить так как после того как икра появится в аквариуме пройдет примерно до пяти дней и из икры начнут проклевываться мальки еще через дня два они начнут плавать по аквариуму в поисках еды если это аквариум общий как бы родители не ухаживали мальков все равно будет подъедать другие рыбки в качестве первого корма дают науплю артемии дафнию инфузорию по мере роста а растут они неравномерно более крупные детеныши начинают есть своих отстающих в росте братьев и сестер после того как мальки достигли одного сантиметра их можно кормить фаршем из рыб и морепродуктов и на этом видео подошло к концу если вам понравилось видео ставьте палец вверх досмотрите видео до конца дальше будет просто видео под хорошую музыку а я с вами прощаюсь до новых встреч в новых видео пока до новых встреч пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok